Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Как изучать диалектику?» Ведет занятие кандидат технических наук Верхов Кирилл Валерьевич. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы будем обсуждать вопросы, связанные с диалектикой. То есть мы будем продолжать, во-первых, тему, поднятую на прошлом занятии, и темы, которые мы поднимали регулярно в предыдущие семестры. И для того, чтобы нам начать, я думаю, что всем нам просто будет необходимо и полезно вспомнить, что же такое диалектика. Что это такое? Ну вот, я напомню, все, наверное, здесь помнят, что диалектика – это, во-первых, раздел философии, а во-вторых, такой раздел философии, который изучает наиболее общие законы движения мышления, для развития мышления. То есть диалектика своим предметом, тот предмет, который она рассматривает, ставит мысль, саму мысль, мышление или саму мысль, или даже правильнее сказать, не просто мысль, а движение мысли. Вот это, наверное, будет наиболее правильное высказывание о диалектике. Наш основной сегодня вопрос заключается в том, чтобы понять, а как вот эти наиболее общие законы движения мысли изучать, собственно, как эту диалектику изучать и с какой стороны к ней подходить. Для того, чтобы, вообще говоря, ответ на этот вопрос, он уже был дан много лет назад, дан Владимиром Ильичем, и я начну, пожалуй, с того, что процитирую высказывание Владимира Ильича Ленина из работы «О значении воинствующего материализма», которое было опубликовано в журнале «По знамени марксизма». Многие из нас, и я в том числе куски этой цитаты так или иначе приводил на занятиях, но вот я сегодня полностью зачитаю эту цитату, чтобы нам начать, а потом понять, почему Владимир Ильич здесь был абсолютно прав, и почему нам нужно, идя по ленинскому пути, равняться на эти его слова. Вот Владимир Ильич говорит. «Мы должны понять, что без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного миросозерцания. Чтобы выдержать эту борьбу и провести ее до конца с полным успехом, естественник должен быть современным материалистом, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом, то есть должен быть диалектическим материалистом. Чтобы достигнуть этой цели, пишет Ленин, сотрудники журнала под знаменем марксизма должны организовать систематическое изучение диалектики Гегеля с материалистической точки зрения, то есть той диалектики, которую Маркс практически применял и в своем капитале, и в своих исторических и политических работах». И дальше. «Конечно, — пишет Владимир Ильич, — работа такого изучения, такого истолкования, такой пропаганды гегелевской диалектики чрезвычайно трудна. И, несомненно, первые опыты в этом отношении будут связаны с ошибками. Но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Опираясь на то, как применял Маркс материалистически понятую диалектику Гегеля, мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон, печатать в журнале отрывки из главных сочинений Гегеля и истолковывать их материалистически, комментируя образцами применения диалектики у Маркса, а также теми образцами диалектики в области отношений экономических, политических, каковых образцов новейшей истории, особенно современной империалистической войны и революции, дают необыкновенно много. Группа редакторов и сотрудников журнала под знаменем марксизма должна быть, на мой взгляд, — пишет Владимир Ильич Ленин, своего рода обществом материалистических друзей гегелевской диалектики. Современные естествоиспытатели найдут, если сумеют искать, если мы научимся помогать им. В материалистически истолкованной диалектике Гегеля ряд ответов на те философские вопросы, которые ставятся революцией, естествознаний и на которых сбиваются в реакцию интеллигентские поклонники буржуазной моды. Без того, чтобы такую задачу себе поставить и систематически его выполнять, материализм не может быть воинствующим материализмом, он останется, употребляя щедринское выражение, не столько сражающимся, сколько сражаемым. Вот эти слова Владимира Ильича можно использовать как такое знамя, как проводник в нашей работе по изучению диалектики. Но теперь давайте поймем или постараемся понять, почему же действительно диалектику надо изучать именно так. Может быть, ее как-то можно по-другому изучить. Но давайте с этим разбираться. И для того, чтобы разобраться с этим, давайте вспомним, каким образом происходит движение в познании в любой науке. А движение происходит следующим образом. Каждый новый ученый, который делает какой-то серьезный вклад в развитие науки, он берет все то ценное, что было от предыдущих исследователей и ученых, дополняет это, развивает это и таким образом толкает науку вообще вперед. И в развитии философии именно такая же система развития философии, как науки, наблюдается. Надо сказать, что как исследователи берут то ценное, что было добыто в науке до них. Они берут следующим образом, как насущат и Маркс, и Энгельс. Они подвергают это критике. Но не просто критике той, что они отбрасывают, откидывают старое. Они критикуют, то есть снимают старое учение. И в результате удерживают тот ценный алмаз, который в старых учениях присутствует, в старых воззрениях присутствует. Ну вот давайте посмотрим на движение в развитии философии. Как добывались знания в философии? Можно ли сказать, что какой-то там один из философов исторический, который остался в истории философии как мыслитель, можно его отбросить, забыть и сказать, что он недействителен, скажем так. Ну вот если мы возьмем, например, таких философов как Парменито. Вот философ, который впервые, самый первый указал на категорию бытия. Он говорил так, есть только бытие, и нет ничего, кроме бытия. Ну вот, отличная мысль для своего времени, хотя она нам кажется достаточно простой, но для того времени, для того развития философии эта мысль, надо сказать, революционна. Что здесь вот Парменито не смог ухватить? Он односторонне рассматривает бытие и забывает совсем про ничто. Но правда, когда он говорит, что есть только бытие, и нет ничего, кроме бытия, он про это ничто здесь же и вспомнил. Нет ничего, кроме бытия, это и есть ничто. Дальше идем. Возьмем такого философа Гераклида. Первый, можно сказать, диалектик. Философ-диалектик. Мы знаем его выражение. Все течет, все меняется. Казалось, это тоже опять простая мысль. Ну, такая вот сейчас кажется, что все, кто ходит, все течет, все меняется. Это такая банальность, как будто бы. Но в действительности это глубочайшая философская и диалектическая мысль, которая говорит о том, что нет ничего неподвижного, застывшего. Все предметы меняются, находятся в развитии, в движении и так далее. То есть, несмотря на то, что Гераклид был, скажем, по своим воззрениям идеалистом, вот эта диалектическая мысль осталась от Гераклида, и она потом в дальнейшем появляется у других философов и обдумывается у других философов. Возьмем Аристотеля. Опять же, Аристотель по мировоззрению, пожалуй, можно сказать, что он объективный идеалист. Но надо сказать так, что вообще разделение на идеалистов и материалистов, как таковое жесткое разделение философов, было зафиксировано и появилось уже во времена Энгельса. Энгельс, собственно говоря, так жестко ставил вопрос, что философ должен определиться, и что есть либо материалисты, либо идеалисты. Ничего среднего нет. Но вот если мы возьмем Аристотеля, во-первых, мы ему обязаны формальной логикой. Все, кто сегодня использует формальную логику, не стонут и не вспоминают о том, что Аристотель был идеалистом, они используют эту формальную логику. Формальная логика появилась, родилась в форме и у философа-идеалиста. Но, тем не менее, помнят Аристотеля именно как создателя формальной логики. И опять же, вот такое замечание, которое Ленин использовал в своих философских тетрадях, он говорит так, что Аристотель критикует Платона. И получается так, что идеалист критикует основы идеализма у другого идеалиста. И он говорит, что от этого больше всего выигрывает материализм. То есть, когда идеалист критикует основы идеализма у другого идеалиста, он подрывает этот идеализм, срывает эту идеалистическую накипь, и от этого выигрывает материализм. Вот такая вот мысль есть у Ленина. Идем дальше. Следующий философ, которого можно взять, это Канн, например. Опять же, идеалист. Его идея о вещи в себе, такая идея, кажется, очень красивая, и которая, на самом деле, двинула философскую мысль вперед. Но с этой идеей о вещи в себе разбирается, нещадно разбирается следующий идеалист Гегель, показывая, что вещь в себе, как только мы говорим о вещь в себе, это пустая абстракция, которой просто нечего сказать. И вот в этом развитии мы видим, что преемственность в философской науке существует, и каждый философ двигает науку, философию каким-то образом вперед. Ну вот мы дошли до Гегеля. Мы знаем, что Гегель впервые изложил диалектический метод. То есть систематически дал указания о том, как движутся... Значит, он, во-первых, изучил те диалектические категории, которые присущи диалектике. И второе, самое главное, он указал на то движение, которое между этими категориями существует. И диалектика родилась в идеалистической форме. То есть Гегель облекает эту диалектику, вот этот вот алмаз, бриллиант слой, в идеалистическую форму. Облекает он разговорами о Боге, разговорами о том, что... Его система указывает следующим образом, что вот идея произвела материю, материя разведалась за свои высшие формы, человека отразила себя, человек познает движение мысли как таковой, доходит до абсолютной идеи, и познает опять ту самую первоначальную идею. То есть вот такая вот идеалистическая форма, в которой появилась диалектика, она исторически зафиксирована. Но другой диалектики, другого движения категорий история нам не дала и, по всей видимости, не даст. Почему мы рассматриваем гегелевскую диалектику, изложенную в науке логики, как тот метод, который можно применять и в материализме? Гегель начинает свою диалектику с такой категории «чистое бытие». Ну вот, когда Ленин изучает в философских тетрадях, делает конспект, говорит, вот бытие, чистое бытие. Если мы под бытием понимаем материю вообще, единое, что есть, то это вполне себе материалистично. А дальше все движения и переходы всех категорий построены на формальной логике, и поэтому это движение формально логичны, и осталось только вот эту диалектику, эту систему диалектических категорий и переходов между ними истолковать материалистически. Что и фиксируют Маркс и Энгельс, когда в своих трудах. Вот если мы рассмотрим Энгельса, он говорит так про Гегеля. Он говорит, что наука логики Гегеля это единственный компендиум диалектики. То есть, что такое компендиум? Это прямой путь, кратчайшая дорога. То есть нет других прямых путей к познанию диалектики, к постижению диалектики, кроме как изучение науки логики Гегеля. Маркс, во-первых, ну вот здесь такая путаница есть небольшая. Маркс говорит, что мой метод прямо противоположен методу Гегеля. И зачастую понимается это так, что Маркс метод Гегеля диалектический метод отбросил, вообще забыл про него, и какой-то свой метод придумал. Но прямая противоположность, это означает, что мы просто должны как раз взять то же самое, фактически, но с другим знаком. Мы должны отбросить вот эту идеалистическую оболочку и истолковать ту диалектику, которую развил Гегель в материалистической форме. Это первое. Дальше Маркс говорит следующим образом. Он говорит так, что если придет время, он берется изложить все рациональное, что есть у Гегеля на нескольких печатных листах. Но вот мы знаем, что не то, что время к этому не пришло, но такой работы Маркса нет, и по всей видимости более краткого, более прямого изложения, чем есть у Гегеля, сделать нельзя, и Маркс ему не сделал. И с другой стороны, Маркс, когда о Гегеле говорит, он говорит прямо, я ученик Гегеля. То есть материалист Маркс прямо заявляет, что он ученик идеалиста Гегеля. Но что это означает? Это означает, что он критикует, научную дает критику Гегеля именно в том смысле, что он отбрасывает его идеализм, но берет это золотое ядро его диалектику. Дальше, значит, если мы... Ну, давайте до Кладимира Ильичу, мы вернемся чуть позже. А сейчас рассмотрим, теперь рассмотрим ту сегодняшний день, да, вот, что происходит в нашем буржуазном обществе сегодня. Ну, во-первых, вот идет непримиримая классовая борьба между двумя классами антагонистическими, классом капиталистов и классом рабочих. И эта борьба, надо сказать, сегодня обостряется все больше и больше. И с одной стороны. Но с другой стороны, в области идеологии рабочие... Идеология рабочих – это марксизм, пролетарская идеология. А в области идеологии буржуазия, во-первых, не может ничего не противопоставить марксистской идеологии, то есть как таковой. Это раз. Никаких вот таких теоретических споров между буржуазной идеологией и пролетарской идеологией марксизмом не видно. Потому что буржуазия понимает, что если они начнут спорить с марксизмом открыто, то они обречены на поражение просто. Потому что реакционная идеология никак не может победить более прогрессивную. Это раз. Второе. Даже сегодняшняя буржуазия даже не может взять на вооружение того же самого идеалиста Гегеля. Ну, казалось бы, если вы отказываетесь от материализма Энгельса, переходите на позицию идеалистическую, но вы видите Гегеля, зафиксируйтесь на этой позиции Гегелевской с этим идеализмом, но с диалектикой. Этого сделать не могут, от Гегеля всячески убегают, Гегеля пытаются исказить, замолчать. Почему? Потому что в действительности от Гегеля Гегеля до Маркса всего лишь один шаг. И когда Энгельс говорит о том, что они перевернули Гегеля с ног на голову, то это действительно верно. И у Ленина в философских тетрадях есть такая мысль, что вот всю гегельскую систему идеалистическую нужно чуть-чуть потолкнуть, и она свалится в материализм. То есть она уже, в ней уже готов вот этот материализм. Его там нужно только найти. Буржуазия сегодняшняя боится этого. Даже вот встать на гегелевские позиции в философском смысле, в смысле идеологии, она отказывается и стоит на реакционнейших религиозных мировоззрениях различных, различного толка. Но при этом каким образом все-таки классовая борьба в области идеологии ведется буржуазией. Буржуазия всячески и ее проводники, и ее лакеи всячески пытаются рассказать рабочему классу о том, что ну, во-первых, там, марксизм изучать не надо, это понятно, они рассказывают, и главное, они очень часто сейчас мы слышим, что не нужно изучать диалектику. То есть гегелевскую диалектику вообще вам изучать товарищу не нужно. Вы без диалектики победите, и все и так у вас будет хорошо. Вот это первая такая струя в идеологической борьбе, безусловно, буржуазная струя в идеологической борьбе с рабочим классом. Это первое. Второе, что мы видим, говорят следующее, у Маркса была своя диалектика. то есть она не гегелевская, какая-то своя. А где эту диалектику у Маркса найти, где этот метод, как осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета отыскать у Маркса никто не говорит. Но Гегеля не изучайте, у Маркса своя диалектика. Гегеля нету. Тоже это вполне себе буржуазная идеология, направленная против рабочего класса. Следующее. Говорят о том, что вся диалектика может быть сведена к таким достаточно простым трем законам. И диалектику вообще говоря, как будто бы вот это такая буржуазная тоже точка зрения, нужно изучать три закона диалектики. Какие это законы? И здесь в оправдании вот этой буржуазной безусловно позиции, направленной против рабочего класса, приводят следующие ссылки на Энгельса. И действительно, если мы возьмем работы Энгельса антидюринг, и работы диалектика природы, то Энгельс указывает там на действительно три закона диалектики. Он выделяет эти три закона. Что это за законы? Ну, во-первых, нам нужно, чтобы понять, что это за законы, и что ими не ограничивается вся диалектика, нужно понять, что такое закон. И Энгельс, и Маркс, и Гегель под законом понимают спокойное в явлении. Поскольку, поскольку, вообще говоря, явлений бесконечно много, то и законов этих явлений бесконечно много. Но можно, говорит Энгельс, выделить три, ну, условно, ключевых закона. Значит, это первый закон отрицание отрицания. К чему он сводится? Он сводится к тому, что любой предмет, который мы как бы хотим изучать, мы изучаем сначала, вот как он есть, как бытие, ну, скажем, наличное бытие. Потом мы изучаем его определенность, то есть небытие. Изучаем его, как отрываем это бытие от предмета. Это определенность от предмета, она становится качеством, но в действительности она никогда не отрывается от этого предмета, как нас учат Гегель. Изучаем это качество, оно развивается, вот изучаем, изучаем качество, вот на примере человека. Мы смотрим сначала на человека, мы начинаем изучать его характер, его поступки, это не человек, мы отрицаем человека в этом смысле. А потом мы возвращаемся обратно к этому человеку, но наше знание уже обогащено теми знаниями, которые мы об этом человеке добыли. Вот такое краткое описание закона отрицания отрицания и как он действует. Но можно ли сказать, что этот закон каким-то образом описывает всю диалектику? Безусловно, нет. В диалектической логике Гегеля, в его системе этот закон занимает важное место, но диалектическая логика не исчерпывается этим законом. Следующее. закон единства и борьбы противоположностей говорят, что вот есть такой закон. Действительно. Что это значит? Что такое закон единства и борьбы противоположностей? Но он сводится всего лишь к тому, что если мы берем любой предмет, начинаем смотреть, и даже не если мы берем, а сам предмет, любой, противоречив. То есть в нем есть противоречие. Вот всего лишь то, что фиксирует этот закон. Является ли это правильной мыслью? конечно. И у Гегеля везде, в каждой категории конкретной он ищет противоречия и раскапывают эти противоречия. И основное его движение найти это противоречие. Но можно ли сказать, что этим вся диалектика ограничивается? Нет, наверное, нельзя. Ну и третий закон, который зачастую упомянут у Энгельса и который венчает тот список законов, которые нам подсовывают в качестве изучения диалектики, это закон перехода количества в качество. О чем здесь идет речь? Ну, действительно, количественные изменения проходят на определенном этапе через узловую линию отношения меры и вот эти безразличные к качеству изменения дают новые качества. Причем дают они не просто поступательное развитие, а там Гегель вводит такое понятие как скачок. Вот действительно такой переход в науке логики есть, но опять же ограничить этим переходом всю диалектику и диалектическую логику было бы как минимум странно. Поэтому как понимать нам нужно то изложение, которое есть у Энгельса, когда он поллинизирует с Дюрингом по поводу этих трех законов. Понимать их по всей видимости нужно следующим образом, что эти законы нужно брать в некотором смысле с отрицанием. То есть если мы дорогие товарищи этих законов трех не понимаем и их не признаем, то нам уж о диалектике вообще разговаривать не стоит. Но если мы поняли в чем заключаются эти законы, это не значит, что мы изучили диалектику и стали с вами диалектиками. Вот. И последний последний такая идея, опять же направленная против рабочего класса, она заключается в том, что вот те диалектические категории, которые есть в науке логики у Гегеля можно механически приложить к, например, капиталу. вот у Гегеля первая категория чистое бытие. Возьмем первую категорию у Маркса в капитале. Какая первая категория? Товар. Вот товар чистое бытие. Потом небытие. Это там миновая стоимость и еще что-то там такое. Ну, вот такого механического перекладывания категорий диалектики на категории исследования политической экономии делать нельзя. Почему? Потому что диалектика все-таки это метод. То есть та форма, в которой содержание совершает свое движение. Вот это содержание политической экономии это сама экономическая жизнь общества и вот она совершает движение в диалектической форме. Но нельзя сказать, что есть какое-то однозначное сопоставление между категориями политической экономии и категориями диалектики. Дальше идем. Ну вот мы разобрали какие препятствия такие чинят на пути изучения диалектики многие граждане буржуазной идеологии. Но вот разберем давайте почему же все-таки диалектика плохо изучается. Нельзя сказать, что мы видим много людей, которые студируют науку логики, изучают диалектику. Здесь этому есть несколько причин. Первая причина я бы сказал это умственная лень что ли. Она заключается в том, что товарищи многие не дают себе отчета в том, что изучение любой науки вообще это серьезная умственная работа. Это любую науку когда изучаем мы нельзя читать за чашечкой чая и все на этом закончить. Это первое. считается что поскольку философия изучает вообще всеобщие категории значит она должна быть всем очень проста и доступна всем понятно то есть взял науку логики или диалектику взял и должно быть понятно но все общие категории все же их знают Гегер об этом говорит так известные они есть еще от того познанные если в науке в любой науке философии в том числе простых вот таких вот вещей глубоких нету все вещи нужно все все вещи нужно добывать таким суровым умственным трудом ну вот здесь пожалуй уместно привести такой пример вот да опять же когда почему говорят о чтении науки логики что это очень сложно что там так запутанно Гегель все написал плохо понятно с одной стороны да а с другой стороны вот я вам товарищи докладываю как математик отучившись на математико-механическом факультете что есть такая наука называется теория вероятности все наверное ее слышали все слышали все знают или слышали когда-нибудь что такое случайная величина ну слышали когда-нибудь вот дорогие товарищи я приведу пример такой значит на третьем курсе для студентов и в учебнике по теории вероятности можно найти такое определение что случайная величина это функция из пространства элементарных событий в множество вещественных чисел такая что прообразом любого Боррелевского множества прообраз любого Боррелевского множества принадлежит сигма алгебре кто-нибудь что-нибудь понял ну вот я думаю что если здесь есть математики то они наверное уловили идею о чем идет речь но вообще говоря это очень простое определение теории вероятности то есть думать о том что в каких-то других науках мы найдем что-то простое и то что нашему умственному взору пристанет в том виде что мы сразу же сможем это ухватить это наивность как минимум во всех глубоких серьезных науках не исключая диалектику диалектическую логику добывать знания крайне тяжело дальше идем да ну вот как же как все-таки вот эти знания в науке вообще и в частности вот в диалектической логике нужно добывать нужно двигать двигаться Гегель Ленин по-моему говорит об этом но такой такое бульбарное название для метод ну вот такой метод бульдозера что это значит мы продвинулись немножко вперед поняли что мы ничего не понимаем нужно отойти понять то что было не понято ну и двигаться как бы дальше то есть подходов к изучению любой науки должно быть много это как минимум не один подход опять же такой пример из моего образования значит вот мой научный руководитель все время говорил идет какой-то семинар там по какой-то заслуженный человек читает читает ведет вот его он мне говорит иди сиди слушай я прихожу ничего не понимаю что рассказывает ну какой-то набор слов чего происходит значит прихожу возвращаюсь на следующий семинар я не пойду поскольку ну я ничего не понимаю все равно значит иди садись слушай один раз второй раз третий раз начинаешь уже что-то понимать четвертый раз пятый раз уже можешь вопросы задать какие-то ну и вот это вот движение вот оно я хочу сказать что во всей во всем изучении вот в обучении оно встречается всегда и когда мы изучаем науку логики первое что вот первое как она представляется перед нашим взором это вот книга мы ее начинаем читать устаем очень быстро засыпаем но надо возвращаться все равно к чтению повторному понимать может быть обсуждать с товарищами и вот эта мысль о том что каждый раз когда мы изучаем науку логики логику мы понимаем что-то новое оно вот она очень хорошо изложена во введении у Гегеля он здесь пишет следующее он сравнивает логику и грамматику он пишет она логика нечто одно для тех кто только приступает к ней и вообще к наукам и нечто другое для тех кто возвращается к ней от них то есть он говорит что когда вы просто смотрите на науку логики изучаете ее это нечто одно а когда вы посмотрели на другие науки посмотрели как эти категории отражаются в других науках значит появляется нечто другое далее он пишет очень такие верные мысли точно так же тот кто только приступает к науке находит сначала в логике изолированную систему абстракций ограничивающуюся самой собой не захватывающую других знаний и наук то есть представляете это как будто вот такая абстрактная система категорий но когда мы возвращаемся к ней снова и снова мы находим отражение этих категорий в действительном мире и эта наука логики предстает перед нами совсем другой далее при первом знакомстве с логикой ее значение ограничивают только ею самую ее содержание признается только изолированным занятием определения мысли наряду с которым другие научные издания имеют собственный самостоятельный материал и содержание на которое логическое оказывает разве что формальное влияние ну и так далее опять изложена та же мысль и дальше вот абсолютно прямо что прямо материалистическое толкование дает сам гейль таким образом говорит гейль логическое получает свою истинную оценку когда оно становится результатом опыта наук то есть вот эта диалектика примененная к наукам а что науки изучают ну они изучают материальный мир действительный мир и значит истинную 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 оценку диалектика получает только тогда когда она начинает истолковываться материалистически и применяется как метод в других науках да значит что получается вот получается что в действительности науку логики изучали во-первых в Советском Союзе из рук он плохо последний теоретик который оставил нам свидетельство того что систематически изучал науку логики это Владимир Ленин он в четырнадцатом году начинает изучение штудирования науки логики Гегеля хотя до этого малую логику читал судя по его конспектам и делает подробнейший такой обстоятельный конспект науки логики и значит дальше науку логики он оставляет вот это завещание которое я прочитал в самом начале может это философское завещание в философском смысле ну и науку логики дальше изучают крайне из рук он плохо и прямо сказать что изучают не так как нужно изучают не по Гегелю то есть не Гегеля читают на какие-то перепевки диалектические книжки в которых меньше всего все что угодно кроме самой диалектики к чему это привело в итоге в итоге это привело к привозе к тому что и до сих пор многие товарищи которые называют себя левыми не понимают например что как капитализм связан с социализмом что капитализм рождает социализм что капитализм это что социализм это отрицание капитализма что он удерживает из капитализма крупное машинное производство отсюда вот эти идеи сегодняшних левых выйти на площадь сбросить Путина отмести капитализм значит мы сбросим Путина как будто мы будем отрицать капитализм в итоге по итогам ничего созидательного ничего конструктивного без диалектического понимания они предложить не могут и если мы обратимся к опыту Советского Союза и его разрушения то во многом разрушение Советского Союза произошло из-за того что диалектику не понимали и не изучали ну например та идея о том уже хрущевская идея о том что ну нужно строить больше социализма идея она совершенно противоречит диалектическому пониманию того что социализм развивается в коммунизм в полной а развитие происходит на собственной основе то есть развитие это движение от себя к себе социализм сам развивается от себя к себе никто-то вне строит его а он сам развивается преодолевая свое отрицание в самом себе ну скажем преодолевая талантность мы об этом говорили на других лекциях ну и завершая значит вот этот разговор что нужно сказать получается так что Энгельс с Марксом нас учат что единственный путь кратчайший к изучению диалектики это наука логики Ленин прямо указывает на то что без изучения Гегеля штудирования Гегеля коммунисты или наш материализм как говорит Ленин будет не сражающийся сражаемым ну и он еще в конспекте есть такая мысль тоже хорошо известная о том что кто значит кто не не изучил диалектику кто не студировал диалектику Гегеля тот не вполне понял капитал Маркса значит никто из коммунистов не понял его и пол года спустя и полвека спустя о чем здесь идет речь речь идет о том что если мы не изучаем составляющую одну из составляющих марксизма диалектический материализм который в качестве метода содержит диалектическую логику значит мы не можем изучить марксизм вполне потому что моменты марксизма диалектический материализм политэкономия и научный социализм они неразрывны если мы не изучаем одно значит мы не можем понять другое значит если мы не изучаем Гегеля мы как коммунисты не сражающиеся а сражаемые и вообще говоря, если... Что это означает? Это значит, что тот, кто не изучает Гегеля, не посвящает этому вопросу должное внимание, тот не может называться вполне коммунистом. Тот не соответствует понятия коммунистом. Но если он отражает на коммунист, это что за коммунист? Ну, это не вполне коммунист, не соответствующий понятию коммунизма. На этом я свою лекцию, с вашего позволения, закончу. Спасибо за внимание. Какие вопросы? Ну, пока вы думаете, у меня такой вопрос. Вот, скажем, человек читает науку логики, по идее надо пообсуждать где-то с кем-то. Есть такие места, где можно пообсуждать? Или живем прийти, что называется, или дистанционно? Да, такие места есть. Значит, во-первых, есть, главное, есть люди, с которыми это полезно и важно обсуждать. Но я думаю, что всем будет приятно это обсуждать, вот этот материал с Владимиром Ильичем Лениным. мы берем 29 том полного собрания сочинений и вместе с Лениным шаг за шагом по его конспекту там очень большое количество замечаний Ленина крайне помогающих понять материал, идем по науке логики. То есть мы можем, Владимир Ильич нам оставил такое завещание, что мы можем вместе с ним фактически изучать науку логики. Это первое. Второе. Ну, занятия по науке логики есть в Красном университете ведутся, занятия ведутся в университете рабочих корреспондентах, но и также существует кружок любителей диалектики, который ведет Михаил Васильевич Попов, где можно задать вопросы, получить ответы, подискутировать, высказать свою позицию, если у кого-то она есть, и как-то проверить свою точку зрения по данному предмету, конечно, не по любому предмету, а по поводу диалектики, но вот с теми людьми, которые этим занимаются систематически. Что такие вопросы? 29-й тонн, какого создания сочинения? Значит, это полное собрание сочинений 5-е издания. 5-е издания. Что вы уже? Нет, спасибо тогда. Спасибо. Я желаю выступить. Ух, заметно. Здорово. Здорово. Я думаю, что мой замечательный доклад прослушали, очень полезный, очень интересный, очень ясный, хорошо подготовленный и очень актуален, потому что вопрос, этот, который рассматривается, назрел. Назрел, потому что некоторые товарищи, считающиеся коммунистами, считающиеся марксистами, хотят победить. Хотя им Ленин, так сказать, нелицеприятно объяснил, что государство будет пытаться бороться без диалектики, будет сражаемым. У нас вот есть пламенные коммунисты, говорят, я не буду изучать. То есть, я буду сражаемым. Вы будете вы сражаемым. Или, так сказать, как бы считать, что то, что Ленин сказал, это как бы для кратного слабца. Значит, я хочу этот вопрос немножко заострить. Но прежде я хочу сказать, вот замечательное было начало у Кирилла Валерьевича, он хорошо, что он определил, что такое диалектика. Диалектика – это наука о мышлении. Вот если на этом сделать акцент и понимать, что это о мышлении, то как вы потом будете понимать, это мышление, вот эти вот законы мышления отражают, а не объективный мир, или из этих законов мышления потом строится объективный мир, как считают идеалисты, это постороннее дело для самих законов. Постороннее в том смысле, что от этого законы мышления сами по себе, от того, понимаете вы их материалистически или идеалистически, они от этого не меняются. И просто круглые дураки, которые думают, что надо взять перепутать эти все законы, все переставить, и, как говорил Гегель, представить мёртвые кости скелета, да ещё и перепутанные, и считать это марксистской диалектикой. Вот Кирилл Валерьевич много чего процитировал, поэтому я тут испытываю затруднения, но я всё равно знаю, что ещё процитировать, он тоже это знает. Вот что писал в своих последних, это вот то, что цитировал Кирилл Валерьевич, это по существу философское завещание, то есть тот, кто хочет быть ленинцем, игнорируя философское завещание, оно не только философское, оно и политическое, кто хочет быть материалистом, не диалектическим, кто хочет быть сражаемым, то есть кто игнорирует вот это завещание Ленина, действительное завещание, он, конечно, никаким ленинцем, никаким коммунистом, действительным, есть такое понятие у Гегеля, действительным, то есть вот есть билет, он недействительный, партбилет недействительный, если ты не изучаешь Гегеля, недействительный, ну он есть, бытие есть, а действительности нет. Вот это очень важно. Так вот, что писал Ленин о Бухарине, когда в последних письмах уже. Там дело ушло не о завещании, а последние замечания и мысли, когда Ленин перебирает всех членов Центрального комитета. И вот пишет Бухарин, один из наиболее молодых членов ЦК. Любимец партии. Законно считается теоретиком партии. Но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. Поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. У нас таких любимцев много было. Вот Никита Сергеевич любимец партии был. Я, например, смотрел фильм «Наш Никита Сергеевич». Да, смотрел в кинотеатре «Глобус», в «Парке Победы». Народ смотрел. У нас и Горбачев любимцем был. Он придумал третье мышление. Аристотель придумал формальную логику. Систематизировал ее. Гегель систематизировал диалектическую логику, сняв предпосылку о том, что или да, или нет. А у Гегеля, наоборот, и это, и прямо противоположное надо взять обязательно вместе. А Горбачев, который никогда ни одной статьи не написал сам, вместе со своими помощниками, летом написал книгу «Новое мышление для нашей страны и для всего мира». Третье, новое мышление. Не диалектическое, не формально-логическое. И, так сказать, с этим новым мышлением развалился Советский Союз. Так вот, поэтому, я думаю, можно сказать таким образом, что у нас сегодня все читающиеся коммунистами делятся на две категории. Бухаринцы, которые никогда не учились и никогда не понимали вполне диалектики. Их громадное большинство. Их даже нельзя сказать, что подавляющее, потому что подавить диалектиков невозможно. Диалектик любой подавит любого не диалектика. Это совершенно точно. Поэтому подавляющее нельзя сказать. Но их громадное большинство среди тех, кто считает себя коммунистами. И в то же время меньшинство, достаточно узкое, это те люди, которые вот этот завет ленинский реализовывают, и которые идут по этой дороге. Значит, вот если политически оценивать, вот примерно складывается такая картина на сегодняшний день. Поэтому ничего от этих коммунистов, никакой революции, их дать не надо. А первых, второй части тоже ждать не надо, потому что их просто мало пока. Пока сил не прибудет, то тоже. Поэтому пока нам революции ждать нельзя. И как некоторые говорят, нам бы свалить эту власть, а там разберемся. Вы часто не можете разобраться. Они будут разбираться тогда, когда будут какие-то бурные времена. Бурные времена надо же действовать. Ленин прекратил писать государство революцию, говорит, потом допишу. Сейчас надо делать революцию. А кто-то собирается потом разбираться. Поздно. Сейчас надо разбираться. Разбитая армия хорошо учится, говорил Ленин. Самое время контрреволюционное, это время учебы. Самое хорошее, так сказать. Надо же поучиться, чтобы извлечь все выводы из той ситуации, которая сложилась. Ну вот с чем я не согласен. Вот тут, мне кажется, с горяча сказал товарищ Юрков, что в советское время тут и не было никого, кроме Ленина. Ну, во-первых, я сейчас назову. Во-первых, тут сидят некоторые товарищи, которые жили в советское время, которые чуть-чуть старше. Жил, когда сидел, жил. Галко вот, например. У нас, между прочим, был кружок по диалексике на экономическом факультете, куда входил Галко, Золотов и Кудрин Алексей Леонидович. Министр финансов. И мой дипломник позднее. Так что вот у нас кружок такой был по диалексике, между прочим. И вот ректор нашего университета, товарищ Галко, вышел из этого кружка. Я правильно понимаю? Это раз. Второе. На философском факультете был такой Леньков. Вот эта книга издана под редакцией этого Ленькова. Ну, в том смысле, что он написал там предисловие. Я с ним не согласен с этим предисловием. Вот оно ничего у нас никуда не продвигает. Но, во всяком случае, он, этот самый Леньков, преподавал диалектику Гегеля, именно Гегеля, на философском факультете. В результате Леньков сейчас живет где-то в деревне и ничем не занимается. Но кто послушал эту диалектику и кто начал изучать, это Александр Сергеевич Казенов в советское время. В советское время. Ну, правда, на нисходящей линии все это. Мы же прекрасно понимаем, что 1961 года уже шло умирание. Вот в этот период умирания началось активное уже изучение диалектики. Это Александр Сергеевич Казенов. Поэтому, когда вот здесь выступал, товарищ Протопопов, когда начали сейчас искать, а кто у него будет оппонентом у этого Протопопова по диалектике Гегеля, нашли Казенова и Попова. Особенно много-то не нашли. Дальше. Академик Александров, который вот именно, когда у меня был такой вопрос, когда я учился на матмехе, я бы тоже мог привести пример. Некое, вот нам трудно изучать диалектику. Ну, изучайте математику. Предел что такое? Сейчас я процитирую. Число А называется пределом последовательности ХН. Если для любого, сколько любого, малого числа, Эпсилон, найдется такое Н большое, что для всех Н больших, Н большого, ХН минуса меньше Эпсилон. По абсолютной величине. ХН минуса по абсолютной величине меньше Эпсилон. Понятно? Ничего. Сразу пойму. Ну, вот поэтому я только хочу поддержать эту мысль, что... Но, но, это вот Гегель тоже учил. Значит, если мы будем тут запугивать, что это все трудно изучать. Ну, все науки трудны. Ну, раз трудны, и черт с ними, с науками тогда ходил. Проживем без наук. Я хочу сказать, что вот, во-первых, Гегель создал систему мышления. От того, что человек разобрался в этой системе, он не просто трудности получит, он получает легкость. Легкость он получает. Вот это вот об этом не шла речь, а вот, мне кажется, это надо подчеркнуть. Что тот человек, который владел этой системой, или он ее изучает, даже на начальных этапах, он уже наголову выше своих противников. В том числе идеологических. В том числе политических. Поэтому, я хочу сказать, что вот в этом смысле мне повезло. Я еще одну хочу назвать фигуру советского времени. Это наш ректор нашего университета, где я учился на матмехе тоже. Раз 1963 по 1968 год я учился. Ну, это как раз период такой. Начало переходного периода капитализма. Ну, вот академик Александров, геометр, математик, он был замечательным философом и изучал диалекцию. И читал лекции. У нас в актовом зале, в колонном зале университета, 16 элементов диалектики у Ленина. И зал ломился. Задачей не было вертушек, как сейчас в университете. Можно было прийти и послушать. Все, что угодно. Сейчас попробуйте, вы к нам придите. А у вас есть чип? У вас чип есть? Проходимся. У меня есть чип. И вот я решил у него узнать. Я вот, как бы, воспользовался таким советом, который сейчас дает Кирилл Валерьевич, я читал Ленина. И так вот решил проконсультироваться с товарищем Александровым. Но проконсультироваться было очень легко. Он у нас читал лекции в 188-й аудитории на 10-й линии Василия Скострова, дом 33. Я пришел во время перерыва и говорю, вот, Александр Данилович, я, наверное, в каком там курсе? Ну, может, на третьем или на втором. Спрашиваю, Александр Данилович, а как вот изучать-то диалекцию по конспекту науки и логики Гегеля? Он так, наверное, посмотрел, какая ржевая такая борода. Почему по конспекту? Гегеля надо изучать! Как рехнет на меня! И я пошел изучать Гегеля, мне повезло. Но я, поскольку поставил вопрос о том, как облегчала жизнь, вот я дважды защищал докторскую диссертацию. По политэкономии дважды. Оба раза я получал больше половины. Вот здесь присутствует Виктор Иванович, он был на каждой защите, он это все наблюдал. Наиболее квалифицированные ученые, заслуженные деятельности, как Моисеенко, Трифонов и так далее, голосовали за ту диссертацию, которую я предлагал. Но я получал, и я получал большинство. Ну, как бы с точки зрения демократической, вроде как, я уже и доктор. Но с точки зрения положения, надо две трети. А две трети я не получал. Вторая защита была там аж два дня. Две сценографистки было. С часу до... Нет, с трех до часу ночи. Опять та же самая картина. Большинство, в том числе все заместители директора Института экономики, дали отзыв положительный на автореферакт. Большинство, но не две трети. А даже не две трети, значит, не защищена работа. Поэтому по части бюрократии я очень многому научился. В том смысле, что я уже два раза посылал в АКС все документы, и чтобы их оформить, надо затратить много-много-много труда. Зато не будешь его бояться. И вот, ну вот тут я задумался. Что-то у меня... Вот кто виноват? Миру виноват или я виноват? Ну, если мир виноват, надо на него обидеться. Правильно? Потому что я вот делаю светлое, хорошее, точно правильное. Вот люди хорошие точно поддерживают. А я вот не прохожу. Но я все-таки сделал вывод, что что-то у меня тут неправильное. А вывод такой, что я до этого изучал, вот политкономия у меня шла само собой, а философия само собой. И вот когда я применил к этому же предмету диалектику, то вот все пошло как по маслу. Вот все пошло так по маслу. Я вообще не стал иметь никакого сопротивления. Например, вот обсуждается вопрос. Или товарное у нас производство, или непосредственно общественное. Ну вот, так сказать, до кулачных боев доходило. Я вот представлял точку зрения, что непосредственно общественное. Теперь я говорю, оно непосредственно общественное, но с товарностью. А товарность есть его момент. В целом оно непосредственно общественное, а в нем еще два момента. Само непосредственно общественное производство и его отрицание. Ну, говорит, хорошо, на поверхности она, у нас поверхность товарная, нет, говорю, непосредственно общественная. Ну, а в сущности? И в сущности. А товарность где? И в сущности, она противоположная в сущности самой этой сущности. Всего я никто спорить вообще не мог. У меня защита прошла. Ну, если я, ну, я защищался по философии уже, третий раз, докторскую. Защита прошла за 4 часа. Выступал один товарищ с вопросом. Дал мне вопрос, я за 20 минут ответил на этот вопрос. Никто больше не захотел задавать вопросов. Развернуто. И все, так сказать, все прошло. Потом меня вызвали в ВАК. То есть, вроде бы как положительное было решение, больше двух третей. Причем сразу, учитывая, что я на философском. А, студентом не был, аспирантом не был. Значит, канделяску по философии не защищал. И на докторский отказ не уходил. Сразу защищил докторскую. Сказал, так что, диалектика-то, значит, что-то дает в этом смысле. И вот, вызывает меня вышить ассоциальную комиссию. Там пополам разделились люди. Одни говорят, надо за, другие говорят, надо против. Решили в институт философии на перезащиту. Я четвертый раз защищал диссертацию. Там еще легче было. В том числе, Ричард Иванович у меня был, Казалапов, оппонентом. Всех оппонентов новых. Но когда я там еще защитился, еще полтора года потянули. И утвердили. И вот, значит, эта вся у меня процедура заняла с 1978 по 1989 год. В 1989 году я получил докторскую по философии. Ну, а что касается экономики и права, поскольку я был на кафедре экономики и права, то у меня ученые звания профессор по кафедре экономики и права. И вместо одного степени у меня как бы три специальности сразу. Доктор философских наук, профессор по кафедре экономики и права. Так плюс какой-то дает эта диалектика или только одна трудность? Дает. Я хочу сказать, что это очень облегчает. Очень облегчает, потому что на самом деле вся жизнь противоречива. А мы в своей практике, теоретической в том числе, действуем так, как будто это вот невидимо, что или и, или и так, или и так. И не берем эти самые противоречия. Раз мы не берем, то наша деятельность неадекватна. Если она неадекватна, то мы на самом деле, в жизни нам трудно, в жизни трудно. А в диалектике в жизни легче. Поэтому я хотел бы сказать, вот, я думаю, меня поддержит докладчик, что вот вы начинаете изучать диалектики, ну, может быть, тут какие-то трудности будут, но в жизни будет вам гораздо легче. Будет веселее жить. Вот на этом я хотел бы остановиться. Спасибо. Спасибо, Михаил Васильевич, за его замечания. К моему вступлению, вот, но при этом хочу сказать, что, поскольку я бы так блестяще не справился с перечислением диалектиков Советского Союза, поэтому мне просто пришлось сделать это отрицание, чтобы вы выставили. Диалектику изучать. И еще один момент, который я бы хотел еще заострить внимание, потому что мне он был, может быть, так не очень понятен тоже в самом начале. Что же такое, вот, говорят, материстическое истолкование, материстическое истолкование, как вот Гегеля считать, что это делать на практике, что вот, ну, тогда я открыл науку логики, что читаем там. Ну, вот, надо действовать в соответствии с Лениным, то есть, как бы, прямо вот про Бога пропускать, он там прямо пишет, небо долой, оставляем только бытие материстическое истолкование. Вот это в таком духе. Спасибо.